МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз добрый вечер, уважаемые севастопольцы! Мне приятно в очередной раз выступать в студии, рассказывать о своем предприятии, о работе нашего коллектива. Должен сказать, что 16 октября по распоряжению правительства наше предприятие начало работу в режиме отопительного периода. И, как я уже сказал, все котельные, пройдя подготовку к отопительному сезону, были пущены в работу. Ну, как вы знаете, 22 ноября произошли некоторые события, не совсем приятные для нас, и нам пришлось уже работать в более напряженном графике и ритме в режиме чрезвычайной ситуации. Коллектив, который был подготовлен в нормальных условиях работы, быстро переориентировался, и под руководством нашего департамента была сформирована работа таким образом, что многие структуры нашего предприятия были вынуждены перейти на круглосуточный режим работы в плане аварийных диспетчерских служб. Были сформированы бригады, их количество было 18. Сейчас это количество уменьшилось в связи с тем, что мы вошли в нормальный ритм работы в этих тяжелых условиях. На сегодняшнее время их осталось 8. Тех бригад, которые круглосуточно дежурят в режиме чрезвычайной ситуации на всех энергорайонах, обеспечивая стабильную работу всех котельных и центральных тепловых пунктов. Не хочу приукрашивать и преувеличивать. Да, поначалу, после того, как включились в режим чрезвычайной ситуации, было немножко тяжеловато. Тяжело было в том плане, чтобы настроить людей на такой ответственный период работы, когда надо отвечать в более жестких, в более таких кратких по времени условиях. И решение надо было принимать более ответственно и значимо. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, ни один объект из теплоснабжения не может обойтись без потребления электроэнергии. Когда одномоментно идет отключение этих объектов, конечно, здесь очень тяжело сориентироваться. Тем не менее, создался штаб оперативный, как вы все знаете, под руководством нашего губернатора. И все болезненные точки были определены и обозначены в наших дальнейших действиях. Ну, в первую очередь, конечно, были включены в работу наши дизельно-генераторные установки. У нас их наиболее крупных, больших четыре. Это мегаваттные установки, которые были расположены на наших самых крупных котельных. Такие котельные, как Рыбакова-1 в Камышово. Это котельные по адресу Хрусталева-66, Хрусталева-35, Геловани, Гоголя-34. В первую очередь, конечно, дизельно-генераторные установки были запущены там. А все они работают в нормальном режиме? То есть нет никаких сбоев с дизельно-генераторами? Да, до сих пор, после того, как мы их запустили, с 22-го числа, до сих пор они работают в круглосуточном режиме. И больше того могу сказать, что все остальные котельные впоследствии в ближайшие 3-4 дня были обеспечены дизельно-генераторными установками, которые и сейчас продолжают работать в круглосуточном режиме. Обеспечиваются топливом дизельным, обеспечиваются сменным материалом для того, чтобы можно было менять и масло, и фильтры для их круглосуточной работы. Поэтому сейчас, в данный момент, все котельные, работающие от дизельно-генераторных установок, а их у нас 25, продолжают работать, соблюдая режим чрезвычайной ситуации. А теплооснабжение объектов в социальной сфере? Ну, должен сказать, что в нашу зону ответственности входит обеспечение теплом, это 72 детских садика, 84 медицинских учреждения, школ 84, ну, 2000, почти около 3000 жилых домов. Зона ответственности очень большая, поэтому мы и социальную сферу, в первую очередь, обеспечиваем дизельно-генераторными установками, потому что она очень болезненна в условиях данных, которые нам, мы вынуждены работать. Да, к сожалению, так. А что касается запасов топлива, достаточно ли топлива, чтобы содержать дизельно-генераторные установки и вообще обеспечивать теплом город? Должен сказать, что по решению штаба было принято решение о закупке дизеля, я имею в виду топлива дизельного. Для этого были привлечены наши ресурсоснабжающие и топливо снабжающие структуры, такие поставщики топлива, как АТАН, ТЭС и другие, то есть с ними были заключены договора, и они нас беспребойно снабжают этим топливом, то есть с этим вопросов нет. На этом же фоне мы также обеспечены полностью, как и положено по нормативам, полностью запасами твердого топлива, угля, обеспечены печным топливом, на который у нас работают некоторые котельные, так что в этом отношении мы полностью обеспечены. А что касается, если вдруг у севастопольца возникают какие-то проблемы с теплоснабжением, куда им можно обратиться? Ну, во-первых, как я уже сказал, существует аварийно-диспетчерская служба нашего предприятия Севтеплоэнерго. Для наших телезрителей могу сказать телефон, куда можно круглосуточно обращаться по всем вопросам, связанным с теплоснабжением. можете записать 55 07 01. Это телефон нашей диспетчерской службы. Также, конечно же, участвует в работе по устранению разного рода аварийных ситуаций, жалоб на услуги по отоплению. Участвует и наша управляющая компания. По телефонам определенные, я думаю, тоже наши зрители могут к ним обращаться. Эти телефоны всем известны, мы постоянно эти номера телефонов пускаем бегущей строкой. Также печатаем номера телефонов на квитанциях по оплате за услуги. Поэтому по этим телефонам в любое время можно позвонить, мы принимаем эти заявки и по возможности их устраняем. А что касается персонала, достаточно ли людей для того, чтобы устранять неполадки и насколько быстро вообще устраняются неполадки? Ну, как я уже сказал, сформировано несколько бригад, которые комплектованы необходимой техникой. В эти бригады входят специалисты разного направления, это электрики, сантехники, сварщики. Практически все эти бригады укомплектованы, работают они круглосуточно посменно, достаточно высокопрофессиональные. Поэтому устранение аварий, которые, как и повседневной жизни, возникают в нашей жизни, наши работники устраняют в нормативные сроки. И редко приходится уповать на нерадивость тех или определенных работников. Почему? Потому что многие, практически 90% аварий устраняются в нормативные сроки. Да, но это тяжелый труд, все-таки приходится работать круглосуточно людям и в ночные смены наверняка это намного тяжело. Да, и тяжело в первую очередь в том, что люди работают в не совсем таких комфортных условиях, приходится работать и в непогоду, и в ночное время. Но люди с достоинством справляются с этой работой. Что касается планов на следующий год, 2016-й, будет ли превратиться новая техника и вообще какие планы на следующий год? Ну, как уже, наверное, многие знают, если не знают, то я могу сказать нашим жителям, принято решение нашим правительством совместно со штабом по чрезвычайной ситуации о приобретении техники не только на плановые работы, но и техник, которая необходима для решения оперативных задач при устранении каких-то аварийных ситуаций, как, например, мы столкнулись вот в ноябре, в декабре месяце в нашем городе. Принято решение о приобретении такой техники. Ну, непосредственно для нашего предприятия, спасибо городу, правительству за то, что обратили на это внимание. Для нашего предприятия мы планируем приобрести несколько единиц такой техники. Это эскаваторы, это машины, которые укомплектованы оборудованием и сварочным, и специальным оборудованием для устранения аварии, для откачки, например, газа при сварочных работах, это осветительные устройства разного рода, несколько машин специализированных непосредственно для этих работ. Будут также приобретаться автокраны, они очень необходимы нам, особенно при решении задач транспортировки дизельных генераторных установок, большого веса, чтобы оперативно можно перекидывать эти установки с одного объекта на другой. Ну и также многие другие техники, как я уже сказал, экскаваторы, машины специальные, автовышки. Вот такого рода техника, которая необходима непосредственно в нашей работе. Поэтому эти машины, они будут приобретаться. Надеюсь, до конца года мы с задачей по обретению успешно справимся, мы над этим сейчас усиленно работаем. И надеюсь, что это поможет нам в ближайшем будущем и в 2016 году улучшить качество своей работы. Ну что касается, вот что бы вы могли посоветовать телезрителям нашим в будущем по поводу, сейчас все-таки зима впереди и может какая-то техника безопасности. Ну, уважаемые жители Севастополя, ну, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за ваше терпение, за то терпение, которое вы оказываете в таких тяжелых условиях. Не всегда, конечно, вот эти чрезвычайные ситуации дают нам комфортность жизни в наших домах, но тем не менее, хотел бы выразить вам благодарность за ваше терпение и понимание за ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Конечно же, хотелось всех поблагодарить за отношение к нашей работе, за то, что многие очень с большим пониманием относятся к сбережению тепла, который мы производим на нашем предприятии. Ну и хотелось бы в преддверии новогодних праздников, конечно, пожелать вам здоровья, удачи, счастья. Ну, пользуясь случаем, хотелось бы пожелать работникам энергетики в преддверии праздника Дня энергетики, который будет 22 декабря, пожелать всем работникам, которые каким-то образом связаны с энергетикой, удачи, благополучия, успеха в труде. Ну и, конечно же, чтобы в каждом доме всегда царило тепло, свет и счастье. Спасибо большое за то, что пришли в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. И напоминаю, если у вас возникли проблемы с теплоснабжением, вы можете обратиться по телефону 55 07 01. До встречи в эфире.